МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Або зарплата, або пенсія. Верховна Рада 2 березня ухвалила закон про скорочення пенсій на 15%. Щоправда, лише для тих, хто працює і отримає пенсію більшу за 1423 гривні. Обмеження не стосуються інвалідів першої, другої, третєї групи, учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО та членів їх сімей. Військовослужбовців, начальницького складу, працівників Міноборони, Головного управління розвідки, МВС, усіх силових органів, які залучені до проведення АТО. Пенсії будуть обмежені для працюючих суддів та державних службовців. Посадовим особам під час роботи в контролюючих органах Верховна Рада вирішила не виплачувати пенсії взагалі. За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, таке скорочення дозволить зекономити 4 мільярди гривень. Закон на будачинності з 1 квітня. Двадцать три роки країна не проводила непопулярних реформ. Каждий депутатський корпус не хотів брати цю відповідальність на себе, тому що не хотіли становитися політичними зубовими зубовими. Але, судя по всему, время прийшло. І ось як в цій новій політичній реальності нам всім жити, ми будемо вияснювати с нашим гостем, політичним аналитикам, общественним діятелям Дмитрием Симанським. Дмитрий, добре утро. Добро себе задати перший вопрос. Мені, якщо чесно, судьба наших політичних лемінгів мало волнує. Мені интересно, змогуть ли пенсіонери тепері вижити? А зря. Судьба пенсіонера дуже тесно... Нет, я про політичних лемінгів, це про депутатів. Именно эти лемінги вскормили вот эту пенсіонну систему, при которой, чем богаче человек, тем більше шансів у нього получить пенсії, льготы і все остальные радости от государства. Понимаєте, вот именно вот эта чудовищна перевернута з ног на голову система, при которой наиболее обеспечені і наиболее близкі к Печерську, к власти, к каким-то правительственним структурам люди получають от этого государства більше всього. Це так называемая рента. Ну вот ты захватил это государство і кормишся на ньому. Вот так наша политика, вот так наше чиновничество. Пане Дмитри, расскажіть, можна, будь ласка, чому ви решили зекономити на пенсіонерах? Більше не будемо на кому економити? У нас на одного працюючого припадає один пенсіонер. У нас фантастично викривлена структура людей, які заробляють гроші, і людей, які цих грошей потребують. У нас ні в одній бідній країні, підкреслю, такого співвідношення немає. Такі співвідношення є в багатих країнах. У Скандинавів, у німців вони є. Але в країнах, які бідні, а треба визнати, що Україна вже навіть не країна так званого третєго світу, а країна бідна, такого співвідношення нема. У нас, звичайно, роздута кількість пільговиків, пенсіонерів і всіх тих людей, які хочуть отримувати грошей бюджету. Хвилює одне питання. Зможуть пенсіонери вижити тепер? Ми ж знаємо пенсії, які є. Це те, що зараз хвилюють глядачі, бо вони пишуть і пишуть нам про це, розумієте? Замість того, щоб відрубати хвоста одного разу, наші політики і далі їм подобається, мабуть, рубати цього хвоста маленькими частинами. Рішення, які були ухвалені позавчора, вони, звісно, потрібні рішення. Але треба ще більш радикальні рішення і ще було треба раніше робити. Ми перебуваємо, ми живемо в країні, яка воює з надзвичайно потужним агресором, і в країні, яка ще раніше потрапила в дуже скрутну економічну ситуацію. Наш уряд, наша влада, наша Верховна Рада робить вигляд, що цього нічого немає, розумієте? Ми і далі відмовляємося скорочувати державні видатки, ми і далі хочемо фінансувати все, що тільки можна, виходячи з нашого прекрасного популізму, насправді з політичною користью. Ви говорите о том, що треба приймати всі далі непопулярні рішення, але парламент, ми, видім, не підтримав ідею, то, власне, і Кабмін не пропонує ідею повищення пенсіонного возраста. Более того, вони гордяться цим. Я коли услышав, у мене волосы згем встали. Яценюк не Камикадзе, яценюк, ну, яценюк, это просто какой-то ультраприспособленец, понимаете? Это человек, который, у меня вчера вечером родилась идея какой-то страшный закон принять, по которому запретить им дальше баллотироваться. Ну, может, тогда они начнут делать то, что мы от них ожидаем. Яценюк пришел і рвал на себе тельняшку, крича, що він Камикадзе. Парень, Камикадзе так не поступає. Камикадзе не ведуть три месяца переговори с Международним валютным фондом, уговаривая их не повышать пенсионный возраст. Ну, что, по сути, является отказ от повышения пенсионного возраста? Еще больший прыжок в сторону пропасти. Причем в пропасти не в какой-то виртуальной, не в той ситуации, когда мы можем, ну, прыгнем, не прыгнем. У нас Россия с танками, с градами. И Россия, кстати, насколько я знаю, тоже планирует поднимать пенсионный возраст. Надо более постепенно. Весь мир поднимает пенсионный возраст. Просто люди ж думали, что это такая собі шокова терапия, так, как это было в Польше. Треба трошечки потерпіти, а потом будет лучше. А выходит, что лучше же не стало. Шокова терапия – это когда кухня с супом на перехрестях великих улиц, из которых годуют те, кто больше потребует. Наша влада, повторюсь, и дальше делает выглядеть, что все нормально. Я понимаю их, у них все нормально. Ихни персональные статки не постраждали. Сейчас страждают наибидные, и вместо того, чтобы рятать этих наибидных, мы и дальше платим пенсии пшонкам. Ось парадокс, почему. Я вам еще раз повторюсь, чем больше заможна людина, чем ближе вона до влади, тем больше шансов у нее отримать и большую пенсию, и все возможные пельги, и бесплатное лекарственное обслуговывание. Я прошу прощения, я по лицу Паши вижу, что он хочет задать вопрос, но слишком интеллигентен, чтобы вас привернуть. Я не нарочно, честно. Просто о больном, о больном, понимаете? Я просто вот сижу и думаю. Вот мы сейчас сидим такие все белые воротнички и рассуждаем. А нас смотрит пенсионер, который получает, например, 1300-1400 гривен. Он слушает нас и говорит, ну то есть государство пытается решить свои проблемы, которые накопились у него, за мой счет. Как людям, какие бы слова вы нашли для людей, чтобы объяснить им необходимость непопулярных мер и реформ? В этой стране живут не только пенсионеры. Я вам напомню, в этой стране живет огромное количество очень деятельных людей. Людей, которые работают в бизнесе, которые являются самозанятыми работниками. Так вот, я вам по секрету сообщу, Паша, что эти люди пострадали еще в большей мере, чем пенсионеры, и пострадали значительно раньше, чем пенсионеры, потому что выплаты пенсионерам не сокращались, а украинский бизнес ощущает последствия вот такой чудовищной политики украинской власти уже давно, по большому счету. Я вам скажу, за два первых месяца, вот вчера вышел отчет Национального банка, очень интересный, за два месяца валютные поступления в страну упали практически наполовину, практически наполовину, а доходы бюджета упали больше, чем на 30%. Вы понимаете, о чем это говорит? Те решения, тот бюджет, те так называемые изменения в налоговое законодательство, они, это популистские, это ультрапопулистские решения. Наша власть и дальше не хочет сокращать никаких расходов. Так вот эти решения привели к тому, что бизнес из страны выдавливают, как зубную пасту из тюбика. Всех деятельных людей, им как будто дают сигнал, ребята, текайте отсюда, вас не любят здесь, вы здесь не нужны. Самая популярная идея в народе, это то, что нужно забрать у олигархов и поделиться. Самая популярная идея в народе, это жить по-честному, жить по справедливости, отвечать за свои поступки, не пытаться стравить пенсионеров с бизнесменами, не попытаться переложить всю ответственность на так называемых олигархов, которые и так, по-моему, уже скоро перестанут быть таковыми, обедут с умой по улице Паньковской, а создать такую ситуацию, при которой те, кто больше всего нуждаются, те, кто больше всего и будут иметь шансы это получать. Вот о чем идет речь. Ну, тем не менее, вот если касаться того, насколько изменения в бюджет, способные оздоровить экономику страны, вот вы последовательно критиковали правительство, а тем не менее, перед эфиром говорили нам, что бюджетом нынешние, в принципе, более-менее довольны. Смотрите еще раз, это очевидно движение в правильном направлении. Да, нужно пытаться что-то делать с пенсионным фондом. У нас вчера министр социальной политики сказал, что по-прежнему, даже после этих решений, о которых вы здесь говорили в своих дюжетах, дефицит пенсионного фонда составляет 81 миллиард гривен. Ну, вы понимаете размер этой цифры? Вы понимаете, что именно вот эта цифра... Не, 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 мы-то живем с вами в гривнах, вот эти гривни из воздуха придуманные, напечатанные и выброшенные в оборот, именно они давят, например, на курс гривны и доллара, да? А что такое курс гривны и доллара? Это убийство бизнеса. Убийство бизнеса это что? Падение поступлений в бюджет. То есть, корень проблем именно в пенсионном фонде? Нафтогаз, Академия наук, 3,5 миллиарда гривен, льготы государственным предприятиям. И не с числа вот этому популизму. А ось на пенсионерах же закупованих территориях уже заощадили? Ну, я бы не вживав це слово заощадили. Я бы не вживав це слово заощадили. Ну, им же не платят. Даже самая красивая девушка не может дать больше, чем у нее есть. Вы понимаете? Как заплатить этим пенсионерам на Донбассе? Вы себе представьте логистику этого всего. Как это? На вертолетах туда с парашюта сбрасывать эти деньги? Картки есть пластиковые. А ось от банка есть? А банкоматы цели там есть? А мережа инкассаторов там есть? В магазинах есть терминалы, насколько я знаю. Два терминала на великий микрорайон. Аптеки, которые работают на терминалах. Российских банков. Ну, еще раз. Это логистичное вопрос, в первую очередь. Это не политическое или социальное. Это логистическое. Спитайте в Коломойске, спитайте в Приватбанке, что они думают про выплату пенсии пенсионерам на окупованных территориях. Ну, потому что Донецк точно працуют терминалы и користуются. Но их очень немного, насколько это правда, что их очень немного. Я что, мы цикавливаются, нам же нужно пояснивать людям, что происходит, правильно? Давайте, простите, все-таки вернемся от эмоций к цифрам. Вот если МВФ, чего сейчас все ждут, дает деньги, да? Какие гарантии, что эти деньги начнут работать и приносить пользу, а не получится ситуация опять, что банкиры, чиновники, депутаты получили свой смачный кусок пирога, пенсионеры внимательно рассматривают пустую потребительскую корзинку? Деньги МВФ никогда не будут тем, что накормит Украину. В любом случае, это не те деньги, которые на состоянии накормят. Никто говорит, кормить, именно воздействовать на ситуацию, работать с ней. Еще раз, вот, деньги МВФ не смогут радикально воздействовать на ситуацию. Деньги МВФ, если хотите, это огнетушитель и некий символ для всех остальных денег, что эта страна безопасна, что сюда можно приходить с инвестицией, что сюда можно вкладываться, что здесь можно производить какие-то операции. Ну, то есть, вот еще раз, это что это не Сомали, да? Вот в Сомали деньги МВФ, они не идут, а в Украину идут. То есть, это скорее, ну, я не знаю, это скорее какой-то такой определенный сигнал для всего мира, что эта страна нормальная, она живет по правилам, в ней безопасно вести бизнес. И вот тут мы встаем к вопросу о той экономической политике, которую ведет правительство, в которой ни за защиты инвесторам, ни нормального налогообложения, декларированное снижение количества налогов. 22 сократили, 9 оставили. Чуваки, да их просто сгруппировали. У нас в гостях был политический аналитик, общественный деятель Дмитрий Семанский. Дмитрий, спасибо, что нашли время прийти к нам в гости.